здравствуйте мы хотели бы сегодня поговорить с батюшкой отцом феодосием и с вами с теми кто нас имеет возможность послушать и сил физических и психических жестоко выслушать нас и поговорить на тему истории русской православной церкви почему такая тема и предыстория и предыстория конечно конечно это все истории предыстория почему это такая тема может возникнуть наше время я хотел бы поделиться пару слов о том почему причина этой темы сегодня как многие видели нам поменяли министра образования вы слышали на сегодня уволила всех своих замов правильно сделала значит ольга юрьевна васильева фамилия печальная но человек другой ну да конечно конечно и надо отметить что взволновались кстати многие стороны политического бомонда понятно что взволновалась либеральные структуры взволновались там вплоть до комических всяких ситуаций типа которая чебучил господин венедиктов кто знает тот в курсе значит понятно что они взволновались именно потому что говорят что пришел такой ретроград который с которым мы не хотим иметь дело но на самом деле там вот буквально пару слов в чем была причина почему они так взвелись в своем выступлении ольга юрьевна перед молодежью на открытом ивановском форуме произнесла пару фамилий значит земского и галины ивановой это бы это был кошмар это кошмар конечно для всей либеральной публики потому что человек который произносит такие лучше бы она про гитлера запрещенные фамилии сразу становится вне их поля визу было конечно очень много ну кому интересно тот посмотрит кто такие дорогу галины иванова я расшифровывать даже не буду вот я считаю причина в этом но при этом очень настороженно отнеслась к этому и такая ультра православная общественность и я бы сказал правильно почему потому что ольга юрьевна она специалист в истории русской православной тем более высшей школы профессиональный историк многие подумали что вот сейчас вот пришел человек который вот наконец-то у нас будет там православие там шашка на коне ворвется во все образовательные структуры нет правильно вот эти вот структуры отнеслись настороженно потому что человек занимающийся исторической наукой в общем-то далек от того чтобы вводить там закон божий в образовательных структурах так далее но это это совершенно вещи не антинаучные скажем так и то что недавно совсем еще ожидалось многие там боролись давайте там православные уроки там воспитания приводить священников на уроке и так далее то есть у нас битва была последние годы такая не шуточная многие были вот именно за это кричали что вот именно в этом спасении страны сегодня они видят но правильно они вот настороженно отнеслись к ольге юрьевне потому что этот человек ученый действительно ученый человек который серьезно занимается исторической наукой он на такие вещи просто не пойдет и в общем-то наверное слава богу потому что не надо вот таких вещей фанатичных вводить особенно для работы воспитания будущего поколения надо всегда основаться на науке и вот мы с батюшкой вот неоднократно ведем беседы очень интересно он богослов он ученик алексей и леча осипова человек довольно прилично знающий и историю православной церкви и не то что и продолжающий заниматься и продолжает заниматься этим вещами с интересом я думаю не без помощи нашей мы подталкиваем и будем подталкивать люди имеющие нормальный мозг который имеет возможность анализировать и объективно судить о чем то это все люди всегда интересны поэтому мы не знаем сколько у нас эта тема вылится в какие беседы кому-то будет интересно смотрите пожалуйста и и и сегодня вступительное слово батюшки мы начинаем вот небольшой такой курс об истории русской православной церкви рад приветствовать всех зрителей имеющих такую возможность послушать нас как вы сегодня сказали надеюсь что не сильно будем очень тягость тем более что мне хотелось действительно вот этот цикл вы когда идеи такой подали цикл хотелось бы ну такой с ответной реакцией вот причем бы желательно не с маргинальной а чисто с точки зрения науки конечно не с того что кому-то какой-то ангел нашептал там где-то в тонком сне и предложил ему раскопать золотые таблички на огороде и читать сокровенные истины как когда-то было с одним небезозвестным персонажем одной из американских религий а именно чтобы к этому подходить ну по крайней мере с той точки зрения которую диктует логика и объективность потому что когда начинаются разговори разговоры о верованиях различных чувствах то мы уходим в такие дебри что начинаются крестовые походы инквизиции и старообрядчества и так далее и тому подобное не будем это затрагивать я имею ввиду в каком плане в плане если кто то будет допустим писать какие то комментарии или интересоваться какими то вопросами а будем подходить как вы уже сказали с точки зрения здравомыслия и мы не можем с вами как то определить какой то самый такой истинный и главный порядок но по крайней мере можем определить хотя бы какие то вехи точки серьезные имеющие исторические свидетельства исторические основания насчет нового министра образования что могу сказать по крайней мере первые полгода покажут что это за человек не будем торопиться дело в том что несомненно конечно это ставит владимир владимирович этих людей а так как он объявил главным приоритетом патриотизм то наверняка эти люди поэтому и начинают кричать что это ретрограды консерваторы и прочее все остальное если она подойдет васильева к этому без фанатизма а с точки зрения такого здорового консерватизма и здорового не квасного патриотизма а здорового русского патриотизма то ну не знаю будем молиться только за ее добрые дела и добрые путешествия но если это если это сторонник квасного патриотизма который значит проповедует нашу особенность невероятную русскую такую прям вот богоизбранность такой как евреи в свое время знаете вот они очень богоизбранный народ и так далее и тому подобное кто проповедует какую-то нашу надмирность там и какие-то высокие там духовные величайшие идеи это люди уже съели один раз россию они ее в семнадцатом году скормили благополучно большевикам и мы видим к чему привела их идеология к чему это несмотря на то что это была православная страна все причащались я всегда задаю вопрос как могло быть такое все исповедовались все причащались и вдруг благодать божья не защитила все рухнуло в один момент и из икон построили туалет и начинают говорить ой это наказание божие нам за грехи я говорю вот этого бога чмушника знаете такого злобного чудовища который производит такие эксперименты над своими несчастными созданиями вот он экспериментирует понимаете если я вас вот здесь вилку вам воткну как вы закричите а если здесь подожгу то как будет а вот тут я на вас мор пошлю а тут войну вам а здесь язву чтобы вы все передохли эти вот восприятия ветхозаветные вот эти ветхозаветные восприятия божества тот кто начинает это проповедовать тот должен понимать что этот бог не есть любовь тогда если человек проповедует такие вещи там о божественных наказаниях в виде революции там и всего остального никакая любовь даже самая хилая дохлая и гнилая любовь не может понести такого потому что если мы посмотрим вы знаете вот мы часто тоже мы затронем это обязательно это очень серьезная веха в истории русской православной церкви первая мировая война революция и гражданская война до этого надо дойти я когда с интересом стал вот эти вещи рассматривать я вам скажу что первая мировая война значительнее гораздо чем вторая мировая война мы любим вот о второй мировой войне кричать шум поднимать там ну мы же победили в ней и все это у нас любим мы это об этом говорить да несомненно это великая слава все но поверьте если здравомысляще и взвешенно посмотреть исторические факты и именно такие знаете как правильнее сказать выводы сделать исторические из событий первой мировой войны первая мировая война перевернула мозги людям она развернула всю Европу вспять она обрушила два десятка монархий она создала новые государства новые устройства новый миропорядок совершенно вообще абсолютно то есть она имела такой она просто как бы первый этап это первый этап этой войны эта война это одна война что первая мировая война что вторая это одна война она не заканчивалась просто первая мировая война не доиграла как бы свое вот это вот в двадцатом году закончившись и в конце концов она это доигралась вот в сорок пятом году с великой окончанием Великой Отечественной войны тема очень интересная это это колоссальнейший такой момент да поэтому если нам такие исторические особые вехи мы сможем поставить какие-то такие точки это было бы очень важно кроме кроме того хочется чтобы это было не тривиально а более так злободневно и ну можно сказать чувствительно нынешнее в наше нынешнее время так вот насчет Васильева если это будет действительно с точки зрения науки подход то обеими руками за но если она окунется в квасной патриотизм или одностороннее понимание да ринется в объятия там патриархии и будет это осуществлять в обнимку с патриархом Кириллом то конечно капец тогда всей этой реформе и всему остальному ничего хорошего с этого не будет если она думает что она опять этим уже было все это я еще раз повторюсь не думайте что вот понимаете какие-то подлые евреи там злобные грузины узкоглазые китайцы развалили Россию это был очень серьезный многовековой подготовительный момент к этому всему к самой структуре к всем Точно так же, как было с Римской империей, которая тоже имела много факторов, почему она развалилась. Точно так же было с Византией, которая прошла свой путь, там определенный тоже рассыпалась, развалилась. Точно так же с Османской империей, которая к своему краху пришла. Точно так же с Россией. Это не какие-то прориски внешних врагов, это внутреннее состояние организма. Это почки отказали, сердце перестало работать и все остальное. Естественным ходом все события шли. Поэтому будем надеяться, что она будет действовать с точки зрения не идеологии, а объективности. Потому что мы уже убедились в том, что идеология нам показала уже, это религиозная идеология начала 20 века Российской империи, коммунистическая идеология 90-х годов, вот как оно все кончается. Оно точно так же опять кончится. Почему я не могу понять вот эти вот ультраправые, православный подход, они думают, что что-то будет на этот раз по-другому. Вот какой вот, пусть приведут исторический какой-нибудь пример, что вот это приобретет какую-то другую форму и оно будет по-другому. Не будет оно. Оно всегда исторически имеет вот такое завершение. Революционными какими-то действиями, взрывами народного волнения и так далее и тому подобное. Ничем хорошим никогда оно не заканчивалось. Ничем. В трактовке истории очень опасна ложь. Да, вот при украшивании вот этих событий. Ложь, при украшивании, договорки, хоть что. Когда оно выдается за другое. Тем же самым православным патриотом я рекомендую заглянуть лишний раз в Евангелие, где Христос сказал, ваш отец, вы, кто там, кто там, ваш отец, отец лжи там, да? Я всегда привожу другой пример из Евангелия. Христос против лжи. Еще точнее вам приведу пример. Христа убили законные священники, законные церкви. Если сейчас появится Христос, первый, кто на него напишет в прокуратуру заявление, это будет патриархийный какой-нибудь работник по благословению патриарха Кирилла. Потому что он сам, конечно, не пойдет писать, но кого-нибудь пошлет. Поэтому, как наши тоже тут делают местных своих каких-нибудь этих самых. Это же самое предполагало Достоевский. Конечно, конечно. Логика такова, что ничего не изменилось. Потому что Бог, он всегда мешает. Он приносит новое что-то такое удивительное. Она мешает. И поэтому, естественно, чтобы он не трогал наши болотца, не разрушал нашу устоявшуюся фарисейскую систему, наше царство садукеев и книжников, которое уже хорошо произросло и зарабатывает хорошо деньги, чтобы он это не разрушал бизнес наш. Его надо убрать. Ну ладно. Или с помощью законов, или с помощью лжи. Неважно как. Нет, это не так... Может никто не подумает, что мы сейчас посетим, рассказываем, и настраиваем против русской православной церкви. Я не хочу этого, чтобы так подумали. А в каком смысле Кучукару настраивает? Мы хотим объект... Нет, ну, такое горячее... Нет, горячее оно или не горячее. У каждого есть свои мозги. Да. И каждый должен объективно отнестись... Объективно. Да, объективно отнестись. И попробовать именно рассмотреть исторические моменты. Конечно, конечно. Нет, простой вот... Напишет там кто-то из бюрократии Кирилл или напишет, это не нам судить вообще-то, я не знаю. Да почему ж не нам-то судить? Если нас будут судить и оценивать, почему ж мы кого-то не можем оценивать? Вопрос такой. Можем, можем. И мы имеем на это полное право, поскольку Бог дал нам свободу и свободный разум. Вот мы поэтому и оцениваем. Смысл в том, чтобы исключить ретроградщину, фанатизм ненужный, религиозный. Еще к чему. Зачем мы затеваем тему истории? Во всем должно быть правдоискательство. Вот Бог дал нам разум. Это не значит, что мы получили, нам прочитали из Евангелия пару глав, вышел какой-то бородатый дед и на этом открылась истина. Понимаете, правдоискательство продолжается, потому что, насколько мы убедились, наличие Евангелия не избавляет нас от войн, от лжи, от смерти и страданий. Не избавляет. Поэтому, следовательно, мы можем прийти к простому выводу, что лекарства используют не в правильных пропорциях и не в правильных дозах. И, естественно, может тогда вызвать смерть пациента. Даже благие, добрые врача намерения, если неправильно применять лекарства. Поэтому, к сожалению, нельзя остановить. Может быть, было бы просто, раз, вот так, и все, тебе открылась истина. Но, к сожалению, это не так. И поэтому со всем происходящим событием надо относиться к трезвомыслищим. Если вы думаете, что, допустим, наша история свидетельствует о том, что православные какие-то события всегда несли только отечеству благо, это неправда. Это только говорит о том, что мы не знаем нашей истории. А в истории ошибок было очень много разных и часто весьма драматичных ошибок. Очень-очень кровавых и драматичных. И поэтому все это к тому, ну, вы затронули тему Васильева, и это поэтому и затронулась эта вещь. Если бы не касалось Министерства образования, то, может быть, и не имело бы этого значения. Значит, ну, как бы считаю необходимым, прежде чем говорить о истории русской православной церкви, нужно, следовательно, сказать хотя бы несколько слов, но мы не будем во всю христианскую историю, я думаю, начиная с момента проповеди апостола Павла, уже затронем несколько таких основных моментов, но не будем ее досконально рассматривать. Может, потом, если захотят зрители, то мы рассмотрим историю православия в Иудее, историю православия в Риме, историю православия в Греции и в Российении, допустим, в Карфагене там, или, допустим, какие были, вот, например, Карфаген знаменитарианскими очень сильными течениями и прочее. Там очень интересные такие моменты есть. В Испании и прочее, и прочее, и прочее. А возьмем только историю нам, по крайней мере, известную в веке истории русской православной церкви. Ну, первое, что я хотел, какие замечания сделать. Во-первых, к моменту основания русской православной церкви, к моменту крещения славянских племен, будем говорить, в реках Днепра и стечении, там, где совпадают самые большие реки в Днепр и становятся великим и могучим, в это место, до этого места, следовательно, нам нужно упомянуть о том, что к этому времени отшумела эпоха Вселенских соборов. Это очень важно. Почему? Потому что русская православная церковь никогда не участвовала ни в каких дебатах, спорах и таких крупных мирового масштаба соборах. Никогда. Если антиохийская, александрийская, иерусалимская, все эти церкви участвовали постоянно в этих всех-всеми вселенских соборах, и там продолжение, восьмой, девятый, там, по сути дела, были и продолжающиеся соборы еще, которые просто так вот, ну, не получили такой мировой огласки, то русская православная церковь ни в одном из этих соборов не принимала участие. Поэтому это, следовательно, у нее вообще нет, даже и сейчас, и в этом соборе мы тоже не приняли участие, который вот стоял сейчас вот, буквально вот прошел месяц как назад. И по этой причине у нас сложилась очень жесткая авторитарная система, которая свои толкования священного писания выставляет истинными, и за другие мнения отрывает головы, так же, как Ким Чен Ир отстреливает там своих министров. А кто заснул там, кто что-то не сказал, там, да, их можно расстрелять. Поэтому, может, это и сказка, но очень интересная сказка, такая корейская, северокорейская сказка. Это очень, я считаю, это очень важным моментом, несомненно, поскольку у нас нет вообще никаких дебатов и дискуссий в церкви. У нас всегда высший церковный авторитет, там, хлопнули рассказки про то, что там архиерейские соборы, что-то решают, решают там пять человек, которые принимают эти заранее решения, потом все архиереи голосуют. Я не помню такого ни разу, чтобы что-то опротестовали, то есть, что-то было не принято. Все принимается, потому что, если, не дай бог, кто-то что-то против, то он в следующий раз голосовать просто не будет. Поэтому причина такова, это лишило нас богословской мысли. Причем лишило нас этой богословской мысли на столетие. Пока у нас участие, пока возглавляли русскую православную церковь митрополиты греческие, которые имели еще представление о том, что такое церковная демократия, церковная свобода... Вначале это была Киевская митрополия. Да, Киевская митрополия, потом дальше Владимирская митрополия и так далее. Тут до Патриарха еще. Ну и митрополит Филипп, который еще благополучно Иоанн Грозный приказал убить. Эти люди были немножко еще свободны. Они имели возможность, оглядываясь на церковную историю, спорить. И даже отваживались на такие события. Были дискуссии, споры. Но чем больше это, когда стали русских митрополитов выбирать, уже потом до Патриархии дошло, то кончилось это все тем, что церковное высшее руководство полностью подавило всяческую религиозную мысль. И мы, к сожалению, большому с вами не найдем практически богословов русских на протяжении, не знаю, там может быть до 17-го, 18-го, 19-го веков. Все это будет просто переписывание древних житий святых, добротолюбие по Исием Величковским. Потом, как гром среди ясного неба, грянул Максим Грек, который стал нам делать упреки. Из-за этого мы его тоже благополучно уморили голодом, чтобы много не вякал. Вот в этом все кончалась вся церковная свобода. Это первый момент. То есть отшумела эпоха Вселенских Соборов. Второй момент очень важный. Дело в том, что православие сугубо неоднородно. И вот оно умудрялось жить все одновременно. То есть арианство, монофизитство, монофиликство, иконоборчество, оно существовало одновременно. Как вот сейчас в исламе существуют суниты, шииты, потом еще какие-то есть особые верования исламские в Северной Индии. Потом есть огнепоклонники мусульмане и так далее. То есть у них тоже хватает очень много различных течений. Не секрет о том, что сейчас уже идут очень серьезные такие разговоры, что князь Владимир принял крещение, тогда армяне населяли южную часть Крыма. И скорее всего его креночистили монофизиты. То есть мы должны принимать армянскую православную церковь. Даже больше того, скажу вам, идут еще очень серьезные такие разговоры и споры о том, что даже это были еще вдобавок и арианы. Арианство. Да, арианство. Поэтому и это не на пустом месте, а это действительно просто... Да, это доказуется почему. Потому что в то время в Крыму ничего другого не было. И то, что где-то там подпольно сидел какой-то совершенно православный поп среди монофизитов и ариан, и они его не трогали, и вот он крестил там князя Владимира, поэтому скорее всего, что мы с вами ариане и должны придерживаться этого. Конечно, мы можем много там спорить. Понимаете, что такое сильно православный по тем временам. То есть это греческий, ортодоксально-греческий византийский вера. Да, византийской веры. Ни в коем случае ни в сторону, ни в Сирию, потому что в Сирии были нестариане, ни в коем случае ни в какой-то север Африки, потому что это сразу ариане, ни в коем случае ни в какой-то западная часть, потому что она уже в то время окатоличилась практически полностью. Это уже X век, там уже почти разделение церквей. Мы тоже важный момент должны вспомнить, что это время крещения Руси, это граница практически того момента, когда католицизм отделился от православного запада, отделился от востока. Буквально через 100 лет. Ну там даже меньше, не 100, а около 100 лет. Вот этот вот период, 1054 год. Это буквально там совсем немножко. Вот, это очень важная веха вторая. Третья очень важная веха – это расстояние. Дело в том, что по своей удаленности митрополия киевская была за дворками мира. Обычно за Киевом везде реписали тартер, то есть на картах. То есть это что-то такое, там вечная мерзлота, там где-то что-то такое. Это в английских картах. Не, ну конечно, а какие у нас карты, если у нас рисовать еще никто не рисовал. Да, еще вот один важный момент. Это же сын Бориса Годунова. Да, еще один очень важный момент. Значит, у нас умудрились, вот всегда возвеличивая роль православия в России, умудрились полностью затоптать, я бы не сказал бы, как бы в навоз славян. Я считаю это, ну, глубочайшей ошибкой. Почему? Потому что у нас почему-то все время говорят, что у славян ничего не было, ни письменности, и вообще они были тупые, и ничего они не строили, и ничего они не делали, и никто ничего не знал, никто ничего подобного. Прекрасна была письменность, тем более, что Кирилл и Мефодий уже приспосабливались к этому, составляли из славянских слов двоякие православные слова из двух составных, или пытались восстановить какую-то вот такую письменность, даже некоторые, взяв в основание с собой латинскую азбуку, но все-таки используя местные какие-то различные традиции, которые потом и вылились в эту славянскую азбуку, и именно в написание букв. Во-вторых, у славян было целое государство, у славян была целая империя. Их главной задачей, конечно, было бесконечные военные походы, как мы вспомним с вами, интересные очень слова, вот эти, как ныне избирается вещь Олег, отмстить неразумным хазарам. Это было на протяжении столетий, и то, что, допустим, не сохранились какие-то там, я не знаю, глинописные таблички или берестяные грамоты, это отнюдь не позволяет свидетельствовать о том, что славян не было культурой. Важный момент, очень серьезный, предхристианской истории, это триполье. Это удивительное, раскопанное на территории Украины место, нынешней Украины, царской России, будем говорить, славянской империи, в котором целое славянское государство с высочайшим ремесленным уровнем, с высочайшим уровнем науки, там, чуть не с этими, знаете, как это называется, астрономическими различными наблюдениями за звездами, календарями и так далее и тому подобное. Поэтому, к сожалению, вот эта вот историческая такая несправедливость, когда говорят, что история России началась вот с этого момента, это только, ну, можно объяснять налить малым количеством дошедших до нас исторических артефактов. Третий момент, очень важный, предисторический, вот именно, что касалось Руси. Это исторический момент, когда стоял вопрос жизни и смерти, то есть, либо вот эти все мелкие княжества попадают, как Грузия, например, под вассальство Соединенных Штатов Америки в данный момент, либо они объединяются и создают свое государство. Княгиня Ольга первая поняла, что для того, чтобы создать это единое государство, нужна единая вера, единая религия. А в то время было очень много языческих богов, и у каждого свой. Это приводило к тому, что были бесконечные стычки, и каждый, ну, каждый князь, как мы благополучно потом и до имманголо-татарской ига, каждый князь исповедовал свои интересы, то, что ему больше всего нравилось. Более всего, в этот момент, поэтому и князь Владимир, Игорь, муж Ольги, убитый за жадность налогоплательщиками, получивший от Ольги жесточайший отпор, она их всех там перерезала, перебила и сожгла, сын ее не принял ни в коей мере, Святослав не захотел принять христианство и сказал, что от языческих богов не откажусь, а Владимир делает интересный ход. Вот я сразу даю вам вопрос. Если человек ищущий начинает разбираться между исламом, иудаизмом, и христианством, с какой целью он это делает? Это явно государственный интерес. То есть человек смотрел... Дальше, там вообще даже тут история настолько беспристрастна, что просто, ну, он говорит, мусульмане не подают, пить нельзя, нам не подходит вариант. Помните, это древние все эти истории. Это все известные факты. Но факты-то известные, но мысль моя такова, что это делалось в государственных интересах. Это не из точки зрения поиска истины, недуховности какой-то там, религиозности. Политический момент. Да, политический момент. И нужно было выбрать именно такую идеологию, которая объединяла бы... Ну, если хотите, я маленько тут ставлю. Конечно, 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 буду рад. Без проблем. Значит, Владимир же, как известно, сначала поставил пантеон всем языческим богам. Он так хотел объединить славянские племена. Он взял языческих идолов, которые присущи были тому племени. Тот-тот-тот, сколько там, семь богов, собрал их вместе в один пантеон. И был там момент такой в Киеве произошел, что Перуну необходимо было пронести человеческую жертву. Да, да, и даже двух христиан принесли. Этих варягов, которые приняли христианство, Федор и Василий, по-моему. И они были, кстати, первыми святыми, местно-очтинными. Значит, и после того, как киевляне... Жребий выпал на них. Жребий выпал на сына. Да, да, а тот стал сопротивляться. А тот стал сопротивляться, и их обоих убили. Ну, это как... Еще и подожгли сенцы. Может быть, не знаю, меня там не было. Ну, факт то, что был такой случай, но после этого, конечно... Если так говорить, меня там не было, то это мы можем с вами сказать, что истории до 70-х годов прошли вообще. Я про то, что сильно большие подробности того момента не известно. Конечно, конечно. Но момент был. Значит, и после этого Владимир понял, ведь киевляне это не приняли, это жертвоприношение. Киевляне очень угрюмо встретили такое варяжское нововведение. Да, не варяжское, а будем говорить скорее древлянское, потому что человеческие... Жертвоприношения... Перуну, Перуну. Я согласен, что Перуну. Но к тому времени Перуну человеческие жертвоприношения не приносились. Киев был цивилизованный город. Это я буду... Знаете, как получилось? Они притянули... Вот он собрал семь богов. И он притянул вот эти окраины, он хотел их собрать, вот им привычным человеческим жертвоприношением. Благодарность за победу. Именно неприятие киевляне... Да, а киевляне этого как раз... Для них уже это было чуждо. Заставило Владимира идти на политический поиск другого объединения славянских племен. Второе, ну, если уж вы мне позволили вставить слово, я немножко дискуссионно тут ставлю. Хотите оспаривайте, хотите нет. Ничего оспаривайте. В ваших вот таких посылах я вижу некоторое веяние вот этой вот украинской незалежной исторической мысли. Ну да, я объясню почему. Вот эта вот сказка о Триполе, о трипольской культуре, она очень присуща этой науке. И она довольно спокойна, не то что оспаривается, ну, ученые, историки говорят, ребята, вы ерундой не занимайтесь. Ведь откуда пошла вот эта вот трипольская культура? Кто ее нашел? Ее нашел некий чех Хвойка в конце 19 века, который был мозгами маленько ущемленный в том, что ему хотелось повторить подвиг Шлимана и что-то найти. Какой-то трое. Вот он нашел эти горшочки, изобрел вот это вот, ну, в поддеревне там Триполе, да, и оно так и произошло. Дело в том, что когда уже серьезно начали вот этими раскопками заниматься, уже серьезные историки, в том числе и серьезные украинские историки, они обнаружили, что вот эта культура, она отнюдь не славяноязычная, она ираноязычная, значит, ну и так далее. Я не буду, понимаете, против вот этой Трипольской сказки выступал очень сильно Олес Бузина. В том числе за это его... Значит, я хотел бы что добавить. Есть Черняховская культура, там же вот это действительно богатая культура. Хочу добавить. Ее славянские горни, тоже сомнительно. Хочу добавить пару слов. Мне совершенно все равно Триполье, не Триполье, никаких на этом базировать своих выводов я не собирался. Я задам вам вопрос. Маленько давайте понесемню. Да, я вам задам вопрос. Нет, я вам еще раз повторюсь. Мне глубоко все равно. Триполье, не Триполье. Я совершенно не собираюсь на Трипольских раскопках основывать какие-то свои доводы. Я это привел только как один из фактов, что славяне не были тупыми. Вопрос к вам. Согласен. Вы считаете славян тупыми, баранами, варварами, язычниками, на которых свалилось святое вдруг христианство и открыло мести. Нет, вот это вот для меня принципиальный вопрос. Мне все равно Трипольское. Сейчас еще что-нибудь выкопают, еще какую-нибудь культуру найдут. Это не имеет значения. Вот согласны, что славяне были просвещенным, толковым, мудрым, сильным народом. Есть очень много славянских племен. Стоявшим у истоков своей государственности. Которые даже были на разных исторических уровнях развития. Конечно. Были славянские племен. Абсолютно верно. Вот то же самое, то, что вы сказали про древлян, что это типа, это же все идет от нестровской леты. Конечно, да, что нам дошло. Да, что у нас дошло. Именно он сказал, что они там вылезли из беседы, что они там шкурами поросшие. Ну, можем ли мы вот так вот... Не можем. Не можем сказать, что он был... Совершенно не можем. Почему? Потому что есть свидетельства византийских историков. Есть свидетельства различных путешественников, которые хоть там краем глаза заглядывали в эти приземы. Ибн Фадлан. Да, и они описывают славян как сильный, могучий, толковый, грамотный народ. Грамотный, чистоплотный. Да, чистоплотный. И ищущий, любящий своих детей, семью. Конечно. То есть, это означает, что... Что есть, то есть. Да, не христианство пришло благодетельствовало славян, а великий народ... Принял христианство. Вот из этой печки, от этой печки мы начнем с вами танцевать. Потому что именно из этого великий народ... Ну, я считаю, наша дискуссия маленькая. Да, да, это нормальная дискуссия. Я просто тому хочу вам сказать, что мне еще повторюсь. Мне триполье, не холодно, не жарко. Я имел в виду, моя мысль только одна. Что славяне. Что да, что славяне к этому времени были не... Как папуасы сейчас вот на Амазонке, которые там ходят голышом и едят друг в дружку по выходным дням, по праздникам. А к тому времени это уже был великий, могучий, просвещенный народ. Тем более, что... Ну, для тех средневековых времен, конечно. Никак не ниже, чем с европейским. Конечно, чем скандинавы северные. Да, да, да. Готы там и так далее. Тем более, тем более, что когда мы начинаем там интересные вещи раскапывать, оказывается, там уже сотни лет существовал в Киеве. Санксизал. Да, 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 да. Там уже храмы были православные, благополучные, там столетиями стояли. Потом торговый путь из варяг греки, там ехало все. Там греки туда везли книги, везли всякие благовония, пряности. Оттуда везли с севера китовый жир, там в этой бочках эту солонину. То есть миссионеры были, это значит, а христианские проходили. Конечно, они были все. И были всех, в то время уже были миссионеры всех религий. Даже где-то упоминается, вот вы говорили сейчас о арабском истории. Идин Фадлан, путешественник известный. Даже мусульмане уже умудрились побывать к тому времени. Самые, кстати, в те времена очень просвещенные, чеканившие свои монеты расходящиеся по всему миру. Еще не попавшие под пресс государственной власти. Да, под пресс государственной религиозного фанатизма. Идеологии, да, государственной фанатичной идеологии. Значит, там тоже культура первые века начала ислама расцветала в арабских и вот этих вот среднеазиатских вот этих вот странах. Она очень высоко процветала. Пока религиозные фанатики не завинали в какое-то другое направление. Ну ладно. Ну вот, значит, теперь вот и, значит, следовательно, князь Владимир, озаботившись идеей создания крепкого славянского государства, начал выбирать. И не то, что красиво, некрасиво, правда, неправда, он выбирал то, что будет самоприемлемо для русского народа. Он принял одно, другое, третье, посмотрел, что более приемлемо для нас. И из этого, только исходя из этого, он остановился на православии. Тоже историю о том, что он исцелился там чудно и прозрел от Ориан или от Монафизитов, которые там еретики его крестили, да, мы эту историю оставим на совести сказочнике, на древней истории. Значит, мы подошли к важному моменту. Значит, вот 988 год, князь Владимир решился. Это для него был действительно очень серьезный шаг, потому что это человек до корней волос, язычник, который привык к своим 300 женам. Больше. Да, и который их любил. 988. Да, и у которых было, он их мимо не пропускал, и у него была куча детей. Вот, который был воин настоящий такой, вот, именно воспитанный от младенчества. Решиться на то, чтобы разогнать всех этих жен, решиться взять вот эту единственную неизвестную ему царевну Анну, которая приехала из далека-далека, решиться на такие серьезные государственные преобразования, хотя он понимал прекрасно, что встретит противодействие собственной державе, это был шаг очень сильного политика. Я думаю, как помните, говорили, что Петр Первый поднял на дыбы Россию. Вот, славянский мир, вот, тогда поднял на дыбы. Это очень колоссальная веха в истории русской Да, это, несомненно, колоссальнейшая веха. Будем, не знаю, с точки зрения истории, что она нам дала, больше плюсов или минусов, но она нам дала тысячелетнее, мощное, великое государство. Тысячелетнее, да. Государственная веха, конечно, это плюс. Да, будем чисто исторически рассматривать, да, потому что, может быть, если бы другое что было, было бы по-другому, но не будем, если бы докабы. Вот, такая веха произошла. Значит, смотрим с вами. Князь Владимир приезжает из, может быть, его крестили прямо в Киеве, тоже неизвестно это рассказывать, по поездке в Крым. Да, где находился этот Херксанес, может быть, в районе нынешних какой-нибудь там южного пригорода Киева, вот. Или Крымская Корсунь. Да, 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 или Крымская Корсунь, да, которая гораздо севернее тоже находится. Поэтому суть дела такова, что это точно неизвестно, и не будем тут, ну, как бы упираться, потому что кроме преданий старины глубокой, у нас здесь никаких точных свидетельств. Есть различные мнения историков, каждый доказывает свою версию, скажем так. Да, да. Будем из этого исходить. Но давайте посмотрим политическую ситуацию, что происходило в этот момент в самом Стольном Граде, Киеве. Еще жива бабка, княгиня Ольга. Она... Стоп, 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 батюшка, не поправлю вас. Бабка умерла при Святославе. Святослав ее похоронил и ушел воевать дальше. То есть Владимир крестился уже после? Ну, значит, может быть, не буду врать точно. Мне кажется, что я почему хотел бабку вспомнить? Бабку хотел вспомнить по той причине, что она обладала очень серьезным авторитетом. И везде, во всех летописях, в разных преданиях и все-все вспоминают эту бабку Ольгу. Это я к чему хотел сказать? Пусть она уже умерла к этому моменту, но политикой политическую обстановку сформировала именно она. Есть такой момент. Даже не сам князь Владимир, а именно его бабка. Именно околохристианскую. Да, да, вот эту обстановку. У нее уже были епископы, священники, храмы, книги. И самое главное, что она очень... Десятинная церковь принята. Была, была, конечно. Еще, по-моему, даже до нее была она. Десятинная церковь принята. Даже говорят, что еще до она была. Просто она была деревянная, перестраивалась. В общем, говорят, что она... Да, что еще при родителях Ольги она была. Уже был православный храм в Киеве. Он мог находиться на месте десятинного храма этого, но мог сгореть, перестраиваться. Вы сами знаете, как это частенько бывает в исторических событиях. Очень важный момент. Вот, например, для примера. Вот храм, который сейчас стоит на месте, где крестили Иисуса Христа, четвертый. До него там было четыре храма, а до этого еще евреи. Понятно, или перестраивали там что-то. Да, он уплывал, был Иордан, раз разлился и унес этот храм. Все уплыло вместе с Иорданом, когда наводнение было. Очень много всяких таких исторических моментов. Так же и здесь. То есть, а будучи, имеющие влияние на князей, на всех, она сформировала это не только в своем дворе. Вы понимаете, что все же князья, да, все князья хотели иметь грамотных детей. Никто не хотел, чтобы его дочери, мы помним потом, поехавшую дочь Ярослава Мудрого, которая вышла за короля Филиппа, и оказалась одной, единственный грамотный человек был при французском дворе. Поэтому суть дела такова, что, естественно, княгиня Ольга везде, это точно, это даже есть исторические свидетельства из европейских источников, о том, что она посылала учителей к детям вот этих князей. И родители, будучи ярыми язычниками, а дети их уже были более-менее или были совсем христианами, либо хотя бы по мере лояльно относившимися к нему событию. Вполне в духе того времени. Следовательно, князь Владимир, приехав и крестив город, крестив город, а крестив славян, он сильного противодействия от князей не получил. Не на пустой почве. Удивительно. Никакой князь на него не пошел войной за веру отцов. Никто. Народ, конечно, многие очень убежали, очень многие бежали в северные там пределы и в восточные пределы. Люди кричали на берегу Днепра, вы дыбай, вы дыбай, перу не пресветлый Боже. Да, это даже сохранилось в христианских летописях. Но, несмотря на все это, сами князья заварушку по этому поводу не подняли. Не устраивали. Хотя, это был прекрасный повод, чтобы убрать Владимира и кем-то другим его заметить. Князья никогда не брезговали этим делом. Если кто-то скажет, что вот в этот момент они были настолько благодатью осенены, и что на них напала честность, совесть и праведность, я такого в истории политики не видел никогда. Владимир сам пришел к престолу через братоубийство и войну. Конечно, конечно. Убийство и кровь. Поэтому, если бы они чувствовали возможность князя Владимира в этот момент подвинуть, они бы это не применули бы этой возможности. Даже бояре киевские те же. Абсолютно верно. Но, уже сама политическая обстановка была такова, что большинство было к этому подготовлено. Можно идти дальше. Да, значит, этот момент мы тоже с вами разобрали. Это такие самые древние, самые важные моменты. Дальше. Дети князя. Их воспитанием, по сути дела, тоже занимались уже. Еще бабкой там поставлены учителя. И в то время самые просвещенные в Киеве люди, это, естественно, греки. Которые привезли с собой книги, привезли с собой огромнейшие библиотеки. Миме первого митрополита. Михаил, конечно, первый митрополит. Он был грек. Да, он грек был. Он даже не разговаривал по русски. Ну, вот это вот интересно. Михаил, первый митрополит киевский. Значит, их, правда, там было два Михаила. Михаил первый, Михаил второй. Но, будем считать, что первый Михаил, которого мы знаем, первый киевский митрополит. А, кстати, тоже сразу всем любителям нашего величия скажу, что в то время это была самая глухая митрополия. Это был Баганский район Новосибирской области. Даже хуже. Да, нет, но Киев был большой город. Это было что-то такое. То, что Киев был большой город, это прекрасно. Вы говорите в смысле митрополии. Слушайте, он был большой город, да, но он находился за 3500 километров. А это все равно, что, например, мы узнали с вами, вот мы живем, допустим, в Киеве в X веке, и узнали, что в Мексике, на территории нынешней Мексики, есть большой город. Ну, хорошо, там есть большой город. Но мы туда, как-то, вот жить в это время прекрасно. С точки зрения Запада, западных христиан, да. Я имею в виду, что с точки зрения выгоды, количество храмов, денег, оплаты взносов в Византийскую империю, политического влияния, это был полный ноль в то время. Может быть, с точки зрения меча, с точки зрения торговли, там еще что-то было, да. Но, вот, вы же сами всегда знаете, как. Вот хорошо, у вас есть, допустим, у вас есть 10 магазинов. Вы смотрите на эти магазины с точки зрения того, с какого магазина какой толк. Вот здесь точно так же. В Византии была огромной интеллией. В Византии каждые 30 лет вынуждены были заключать с киевлянами очередной договор о сотрудничестве. Это совершенно другая вещь. Это, вот сейчас цыгане в Одесской области там сожгли пару домов и убили ребенка. Это же не повод с цыганами заключать договор. И хазары грабили, и грабили благополучно рабы всяких мастей. Чего там только не было. Я не к тому. С точки зрения христианской митрополии. Даже не с этой точки зрения. Нет. Ну, я вам проще объясню. Чтобы вам было понятно. Тогда раз, чтобы споров не было, чтобы вам было понятно. Значит, в точке есть диптих церковный, в которой каждый предстоятель становится по этому диптиху на свое место. Центральное первый, потом второй дальше, 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 дальше. Как бы первенство чести. Потом митрополиты становятся. А митрополиты, они становятся... В Византии по-разному было. Либо по номеру своей митрополии, либо потом сделали тоже правильно, я считаю, по хиротонии. То есть, чем ты старше в архиереях, тем ты как бы первым стоишь. Главнее. Это было еще там от Вселенских соборов. Так вот, наш митрополит был там 87-й, по-моему. Да, с этой точки зрения. Вот я с этой точки зрения не имел. То есть, для Византийской империи это все нужно было только для того, чтобы их не грабили. Чтобы приобрести мощного северно-северу... В остальном городе был большой торговый город на пути из Варяги в Грzekию. В то время, в то время, греки еще не представляли себе, какое это будет государство. Ну да. И что из этого вырастет огромнейшая империя. В тот момент это было еще тайно покрытое мраком. Может быть, конечно, самые прозорливые какие-нибудь политики, уже взглянув на геополитическое устройство тогдашнего мира, себе это представляли, но весьма еще все-таки отдаленно. Хотя предложение от католиков и предложение от мусульман своей религии уже говорит о том, что это было все-таки не самый отстой, а это уже были заинтересованные в этом деле люди. О чем мы и говорили, что арабские путешественники отмечали, что живет довольно развитый народ. И следующую, думаю, мы уже в следующую тему, в следующую нашу передачу мы затронем. Значит, вот приняли христианство, первый митрополит, все. Владимир, по сути дела, сильно его каких-то христианских подвигов ничего не известно об этом. Как и в свое время о Константине Великом, который тоже умер практически, там, крестившись чуть ли не перед самым смертью. А самое главное, что мы с вами рассмотрим в следующий раз, это дети князя Владимира. Устройство первое самого государства такого, вот уже, можно говорить, обретшего единую идеологию и религию. Хотелось бы ближе к церкви. А, нет, ну мы же сегодняшнюю... Мы же сегодняшнюю... Потому что вот рассматривать историю, ну, знаете... Нет, нет, мы сегодняшнюю тему... Нет, ну, нас не смотрят профессиональные историки, это уж будет круто, если нас будут смотреть там... Я хотел показать, какой народ принял христианство. Я думаю, это удалось нам, по крайней мере, хотя бы в тумане истории показать. Я хотел показать саму ситуацию политическую того момента. Это цели княгини Ольги и князя Владимира, именно вот почему они сделали этот шаг. А затем, вот сейчас, она, по сути дела, наступает, что какая могла быть? Ну, хорошо, давайте я вам расскажу. В этот момент церковная история состояла в том, что по благословению Константинопольского патриарха были присланы епископы и священники для того, чтобы миссионерствовать среди русского народа. Они ходили по деревням, они крестили, они строили храмы, они учили, они проповедовали Евангелие. Все, больше на тот момент истории никакой православной церкви в Киеве не было. Вы думаете, были миссионеры греческие? Были, конечно. Были греческие миссионеры, несомненно. Я не думаю, что они ходили там за тысячи километров куда-то там, но раз митрополит приехал, это я просто вам объясню. Митрополит кормится, чем больше приходов, тем, естественно, для него как бы нужна десятина, для него нужно все. Поэтому, где он только мог, он, естественно, посылал священника и строился храм. Тем более, что многие князья сразу захотели, начали строить у себя храм, и, следовательно, туда посылался священник, он уже был миссионер. Он уже был миссионер. Поэтому это было, конечно. Но это было не так, что вот прямо, знаете, там сговорились два монаха и ушли там в леса проповедовать древлянам православие. Это было проще. Это там местный какой-нибудь князь приглашал к себе, они приезжали к нему. Поэтому как бы тут и нечего церковного такого рассказать. А вот сейчас, когда уже появятся взаимоотношения между церковью и властью, отношения между митрополией византийской, между матерью церковью и московскиевской митрополией, вот именно тогда и начинается церковная наша история. До этого момента просто ее, вот то, что мы краткие сведения вам привели, первый митрополит Михаил. О нем тоже там три слова с половиной известно, что он был благочестивый, родом там, по-моему, из Македонии и был верующий, твердый в христианской вере, воспитан с детства. Все. То есть о нем буквально три слова с половиной. Тем не менее, это интересно. И я пару слов еще, мы тут задели слово такое, как «десятинная церковь». Хотелось бы немножко, прям буквально маленько уточнить, почему важно вот это вот понятие, потому что действительно эта церковь, которая была сожжена потом татаро-монголами, уничтожена. Кстати, последний отряд, воеводы Дмитра, как раз был осажден в этой церкви. Они закрылись там. Ну, закрылись, но он не погиб, его там взяли, потом в плен, и отпустили даже за смелость. Скажем так, ну ладно, неважно. То есть она была уничтожена. Место этой церкви, и предсторики предполагают именно что, когда была построена София уже при Ярославле и при Ярославе Мудром, извините, вперед маленько забегаю, то это был как раз момент, когда русская православная церковь перешла на греческую ортодоксию со строительством Святой Софии. То есть замена главенствующего собора Десятинной церкови на Святую Софию. Дело в том, что еще мы знаем, что это Десятинная церковь, это усыпальница Ольги и Владимира. Только Ольги и Владимира. Мудрый Ярослав похоронен уже в Софии. Поэтому здесь вот вы как раз очень правильный момент сделали. Вот сейчас мы даже толком не можем понять, монофизитская это или арианская. А вот когда уже придет Ярослав Мудрый, это уже будет точно ортодоксальная греческая. Но тем не менее Ярослав рассорится. Ну, конечно. Греки были очень хитрыми и по натуре своей всегда норовили что-нибудь. Об этом давайте посмотрим. Ну, это поэтому все. Давайте этот вопрос рассмотрим следующее. Как бы у апостола Павла написано. Греки лукавы, суть лукавы. Но много есть. Очень хотелось бы ближе именно к церковной истории. А вот мы именно займемся церковной историей. Потому что то, что мы с вами сегодня обсуждали, оно настолько туманно в таком вот нашем прошлом. И настолько эти источники краткие и малочисленные, что какие-то вот делать выводы от церковной жизни в данный момент очень сложно. Будем говорить о том, что вот в таком вот положении находилось государство, принявшее основу христианства вот на тот момент. Ну ладно, спасибо за, и извините нас за такой сумбурный маленький первый опыт. Это не сумбурный опыт, это очень интересный опыт. Будем считать его фундаментом. Фундаментом. Попробуем дальше быть интереснее. Конечно. Да нет, я думаю, что и сейчас мы... Еще более фундаментарно. Да, давайте, может быть, если еще какие-то, если именно интересно, что-то такое, то из преданий, например, известно, что князь Владимир очень долгое время сомневался. Его, вот если ходить чисто исторические такие моменты, он очень долго сомневался, и его познания были еще не настолько глубоки, чтобы ему было легко выбрать. Поэтому и многочисленные советники, и послы, которые это все выбирали. Но, сделав, я уже говорил, он этот шаг, он решился на него. Дальше, второй момент, насчет митрополита Владимира. В тот момент это считалось глубочайшей ссылкой. Потому известны факты. Какого митрополита? Ой, митрополита Михаила, первого митрополита Киевского. Это я уже с покойным митрополитами уже начинаю. Да, Владимир, князь Владимир, митрополит Владимир. Первого митрополита Киевского, это была глубочайшая ссылка. Он очень не хотел ехать в эти глухомань, причем, вдобавок, не зная языка, не зная никаких традиций, не зная ничего. Поэтому... Это вполне правильное предположение. Это не предположение, это прямо есть в летописях византийских, о том, что он был взяло огорчен... Вот, батюшка, давайте нам больше таких фактов. Хорошо, он был взяло огорчен таким дальним путешествием. Кроме того, еще один маленький факт, по дороге под Днепру буйствовало огромное количество разбойников, всяческих мастей. Причем это были просто ватаги. Это не было, что там, например, славяне, это могло быть что угодно. Это просто собрались мужики, человек сто, и организовали банду. И эта банда могла напасть на кого угодно. Причем это не то, что такая славянская традиция. Иоанн Златоуст в свои времена пишет, что если вы подвергаетесь опасности, не идите в Иерусалим на поклонение. Ничего хорошего, если вас убьют и ограбят по дороге, и продадут в рабство, ничего хорошего не будет. Молитесь на своем месте, раз не молится. Тут то же самое. Это обычное средневековое дело. От Крыма, да и на море, на черном. До самого Киева было такое количество славев-разбойников. Да, вот, кстати, вот здесь сказки, это ведь не зря. Это действительно описывается. Событие, что добраться можно было только безбедно, с хорошей дружиной. Если ты не имел дружину, это было стопроцентная гарантия, что тебя где-нибудь на каком-нибудь перекате. Тем более, не забывайте еще, тогда были киевские пороги. Через Коту два, Днепровский, да, Нижний Киевский, и потом второй, вот где Запорожье сейчас, второй порог. Большой, Малый и Большой Камень, их и называли еще, Малый и Большой Камень. Остров Хортица. Да, там огромный, был один огромный порог, другой такой поменьше, на Днепре. Их сейчас скрыли в водохранилище. Но в этих местах надо было вылезти на берег и волоком тащить все эти ладьи на бревнах, там еще как-то перетаскивать их выше. Там мы убили Святослава. Конечно. Дорог никогда не было тогда. В какие дороги вообще даже ничего там ни в то время и поменья не было. Поэтому только по Днепру. А это следовательно только летом, потому что с днемой все замерзало. Значит, или на Санях, или все равно попадал. А тем было все равно. Митрополит это византийский там какой-то. Михаил Бисьма был. Да, Михаил Бисьма был в страхе. В страхе. Да, в том, что ему придется такую дорогу. Но когда он приехал в Киев, описывается, он уже потом присылал письма. В конце успокоился, что он попал не в деревню, а уж это большой, славный город. То есть он все-таки это его утешило. Утешило. Ну, не убили его по дороге. Ну, ладно. Благодарим наших зрителей. Дай Бог всем здоровья и до следующей нашей беседы. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...